Здравствуйте, меня зовут Фёдор и добро пожаловать на гоночную траекторию. В этом выпуске поговорим о спортивном масле. Выбирая бренд и серию масла, необходимо в первую очередь руководствоваться советами производителя автомобиля. Если он указал что-то определённое, то выбор, соответственно, очевиден. Не стоит испытывать судьбу, экспериментируя с различными смазочными жидкостями. На летний период в свой автомобиль я залил ликвимолин. Эдитическое масло Synthoil Hightech, вязкость 5W50. Впрочем, 5W40 это достаточно стандартная вязкость, которая заливается во многие современные автомобили. Самое главное для меня, это чтобы масло выдерживало температуру в 130 градусов. Тайм-атака, автомобиль испытывает серьёзные, двигатель испытывает серьёзные нагрузки, масло очень сильно разогревается. К сожалению, масляного кулера у меня нету и нет возможности его установить. Так что хорошее масло должно выдерживать данную температуру, теряя смазывочные свойства. На рынке представлено много брендов. Самое главное, посмотрите соответствие и допуск, которые рекомендуют ваш автопроизводитель. Как это можно сделать? Либо вы можете зайти на официальный сайт какого-либо производителя, например, Ликвимоли, либо Матюль, либо Шелл. И там есть конфигуратор. В конфигураторе вы выбираете год, марку вашего автомобиля. И он, соответственно, рекомендованный продукт вам предоставляет, который рекомендует автопроизводитель. Однако в автоспорте всё-таки нагрузки больше, чем в городе. Поэтому мы можем взять продукт чуть-чуть подороже, покачественнее, более строгими допусками в рамках одного бренда. К примеру, у Ликвимоли есть масло 5В40 городское, также есть 5В50 Синтойл, и также есть Рейслайн. То есть в рамках одного производителя можно взять более серьёзную, скажем так, линию, которую они производят, и использовать как и в городе, так и на трассе. Однако, если мы выбираем масло именно под автоспорт, то существуют производители, которые именно сосредотачивают свою деятельность в этом направлении. В России, к примеру, это Redline. Также есть знаменитый японский производитель Edemitsu, который был спонсором, например, Мазды. Это рекомендованная завода Мазда для роторных двигателей. Помимо этого, есть у Матюля серия 300В, которая очень разрекламирована и многими используется. В России, к сожалению, не сильно представлено, но в Америке, например, огромной популярностью у роллистов, кто занимается ролли-кроссом и гонками на выносливость, они используют Royal Purple. Соответственно, эти масла не имеют городскую какую-то спецификацию. Если вы нацелены на экономию топлива и прочего, то это не самый лучший выбор. Однако на треке это масло обеспечивает отличную защиту двигателя. Поэтому это все-таки выбор более такой, скажем так, специфичный. И нужно изучить хорошенько этот вопрос, к вашему автомобилю подойдет это или нет. И максимальная температура, которая масло держит, спортивная, это не более 135 градусов. То есть хороший продукт, он работает вот в этих критических температурах, но дальше нет. Это уже масло теряет все свойства. То есть нужно ставить датчик, например, либо масляный кулер и следить за этим, если вы не хотите повредить свой двигатель. Продолжение следует...